Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова на канале в YouTube, на страничке Facebook под названием «Радио NVC». Номер телефона в студии 847-400-5200. Сегодня «Народную трибуну» буду проводить я, Анатолий Червец. Участники все вы, которые позвоните нам по номеру 440-847-400-5200. Ну, а у меня для вас есть замечательный, наиприятнейший сюрприз. Человек, с которым мы уже не слышались более двух месяцев. Это известный блогер, профессиональный психолог. Человек, с которым очень интересно беседовать, который очень интересно рассказывает всегда о той ситуации, которая происходит в России, за ее пределами. Это Инна Сергеевна. Инна Сергеевна, добрый день, здравствуйте. Доброго дня и вечера. Если нас кто-то будет слушать вечером по Москве, у нас 20.12. Поэтому всех приветствую категорически. Я уже соскучилась по всем. А мы как по вам соскучились. То есть это просто даже не смешно, потому что мы все прекрасно понимаем, что не так легко выходить в эфир в такое время, особенно 22.12. Это уже не детское время. Поэтому очень приятно, что вы с нами. Спасибо вам огромное, что нашли время. И это не просто реверансы. Это действительно искренняя благодарность тому, что мы имеем возможность с вами пообщаться. Итак, Инночка Сергеевна. Расскажите нам, что там у вас происходит. Вот последние два месяца то, что мы вас не видели, не слышали. Что же все-таки происходит? Да, я думаю, что вообще в общем мировом формате концентрация какого-то безумия, она нарастает. Потому что кругом все усугубляется. И политическая обстановка везде наколена до предела. И COVID-19 тоже подкинул сюрпризов. Потому что у нас летом было какое-то затишье. И это было крайне любопытно. Потому что для меня история с COVID-19, она история исключительно политическая. То есть пока были летние каникулы, пока, например, вот там конкретно России нужно было закрыть курортные зоны, нужно было сделать деньги хотя бы на каких-то вылетах. Я не видела ни одних в лентах новостных упоминаний о том, что где-то какие-то вспышки, заболеваемости. Было ощущение, что COVID просто исчез с поля зрения. Были марши несогласных. Люди в Хабаровске выходят уже третий месяц. Никто не слышит, что там какие-то вспышки. В Беларуси люди уже второй месяц на демонстрациях плечом к плечу, без масок тоже ходят. И я обратила внимание, мы отдыхали летом, ездили в Сочи на две недели. Ну, все-таки период как бы предполагает двухнедельное наличие хоть какого-то заболеваемости, если она есть. Я посмотрела в отелях очень внимательно, как люди рассредотачиваются по периметру. Никто, естественно, не носит масок, не соблюдает никакой social distancing, никто не знает, что это такое. И люди великолепно себя чувствовали, купались, загорали. Переполненные пляжи, переполненные клубы, переполненные рестораны. То есть я поспрашивала не у хозяев заведения, а у простых рабочих и официантов. Я говорю, ребята, были ли у вас случаи каких-то заражений? Никто не смог вспомнить и воспроизвести в голове хотя бы одной истории, когда действительно там приезжие что-то подхватили. При том, что людей какое-то гигантское количество из-за закрытых границ в Сочи аншлаг. И люди, конечно, сидят друг у друга на голове. И я почему говорю, что это политическое решение? Потому что как только людей понадобилось вот сейчас загнать опять домой, начинаются какие-то странные истории про то, что вот-вот грядет вторая волна. Снова все новостные ленты заполонили сообщение про то, что вчера было 8 тысяч заболеваемостей, сегодня 9, завтра 12. Начинается искусственное нагнетание и натуральное вот это вот. Ну, ты просто чувствуешь, что это концентрат какого-то безумия. И это, конечно, на руку сейчас в данный момент власти, потому что под эту историю можно всех загнать по домам и прекратить любые митинги в том числе. То есть, во-первых, здесь уже никогда не поднимется малый бизнес, потому что все те, кто закрылись, все владельцы ресторанов, каких-то маленьких кафешек, там, крохотных салонов красоты, туристических фирм, эти ребята просто пошли под нож. И если в Америке, может быть, выдавались какие-то дотации, то здесь об этом речи не было изначально. То есть, здесь были объявлены какие-то веселые каникулы. Путин широко улыбнулся и сказал, что нужно просто побыть дома с любимыми, родными людьми. И в Беларуси это тоже играет на руку, потому что, я думаю, разгонять людей будут, попытаются, по крайней мере, под этим предлогом. Хотя мне сложно представить, как будут разгонять белорусов, потому что ребята крайне решительные. И то, как быстро они единым фронтом выступили против Лукашенко, меня, конечно, восхитило. То есть, когда успели объединиться и творческая интеллигенция, и заводские рабочие, и политики, которые между собой там толком не общались оппозиционно, то есть единым фронтом, они собрали огромную массу, там, в сотни тысяч людей. Это известные спортсмены, это телеведущие, которые очень быстро после выборов сказали, что мы не будем работать на государственную власть, мы считаем это ниже своего достоинства. То есть, если диктатор подтасовывает выборы настолько вульгарным образом и рисует себе цифру 80%, хотя он понимает, что эта цифра взята с потолка, то люди совершенно спокойно покидали свои посты. Причем это были хлебные хорошие места, когда ты где-то на федеральном канале ведешь, ты не Соловьев с Киселевым, слава богу, допустим, а какой-нибудь известный ведущий, тебе есть что терять. И эти люди уходили со своих постов спокойно, без патетики. И известные спортсмены, которые говорили, мы не будем больше выступать за сборную, пока у власти этот человек. Это было сильно, это было красиво и очень спокойно. И для меня было удивительно, как быстро он перегруппировался, как быстро Лукашенко, например, приехал в Россию, тут же договорился с Путиным, хотя он человек изворотливый, крайне хитрый. Человек, который во власти 26 лет не может быть светлым, наивным и чистым мальчишкой. Конечно, он прожженный, такой очень старый хитрый лист, который попытался сначала нагреть Путина, потом попытался обхитрить каких-то западных интересных, интересантов. И в конце концов, власти удержался. Для меня просто вот большая загадка, на что рассчитывает пожилой правитель, который явно понимает, что Белоруссия всегда была сильна партизанским движением. То есть люди, привыкшие с Великой Отечественной войны партизанить и воевать до конца, конечно, от своего не отступятся. И коль скоро он им опротивил и надоел, то, безусловно, все то, что происходит сейчас на площадях, будет длиться даже не месяцы, а годы. Потому что, насколько я поняла, по повестке Кремлевской, из того, что я читала в официальных СМИ, например, в Белоруссии сейчас посылается Сурков. Он будет курировать это направление так же, как он когда-то курировал историю с Украином. С Украиной, и мы помним, как это начиналось, и чем это закончилось. То есть он достаточно такой кровавый, суровый человек. И он большой любитель всех этих Новороссий, ДНРов, ЛНРов. То есть, конечно, для него это серьезный плацдарм. Он такой злой гений, который всегда не гнушался самыми кровавыми методиками. То есть если его на это направление бросают, это значит, Россия приняла для себя такое соломонное решение действительно ситуацию додавливать. То есть понимая, что против тебя огромное количество людей, выходящих на улицы, ты все равно решаешь, что вопреки всему я буду действовать так, как я хочу. То есть Путин и Лукашенко ударили по рукам, как два пожилых автократа, которые больше 20 лет власти. Их не смущает, что кто-то против. Их не смущает, что есть оппозиционное движение. Я всегда поражалась вот этой внутренней настройке. То есть вот я понимаю, что я человек другого толка, и поэтому, наверное, я никогда не окажусь во власти, и не хотела бы там быть ни в коем случае. Но для меня это удивительно. Я не знаю, как вы. Это какая-то шизофрения. Ты понимаешь и спинным мозгом чувствуешь, что против тебя выступают практически все слои населения. И ты не уходишь никуда. То есть тебе не жмет корона. Ты не испытываешь никаких угрызений совести. У тебя нет никакой депрессии. Ты думаешь, я правил 20 лет, и еще буду 20 лет править. И мне безразлично, что кто-то недоволен. Вот это меня всегда поражало до глубины души. Вот эта влюбленность в себя, уверенность в своих силах и в том, что я делаю. Захотел, забрал чужую территорию. Захотел, взял Крым. Захотел, развязал где-то войну. Выжелал, ну то есть прогнул свой собственный народ. Тем более, что народ по большей части безропотный всегда был. Это последнее время начинают увеличиваться протестные движения. Вот как в Хабаровске, для них это тоже было сначала неожиданно, что после какого-то губернатора вдруг люди вышли на площади. Это было непонятно кремлевским. И когда они поняли, что если этот протест не разгонять, не гасить, не рассовывать по автозакам и не поступать так, как поступил Лукашенко, он же разозлил людей тем, что людей начали в первые же дни избивать. Просто начались не просто какие-то репрессии, и не просто кого-то в автозаке увезли в КПЗ. Нет, людей молотили дубинками и были тысячи пострадавших. Я помню, в прошлый раз нам звонила какая-то очень разгневанная женщина, и она говорила, Инна Сергеевна, но вы-то должны понимать, что эти люди выходят за деньги. Я знаю лично огромное количество и своих друзей, и приятелей, и студентов, и людей, которые бизнес открывали в Минске, и работать пытались там честно, что их настолько утомил этот чудесный человек, и они искренне вышли на площади просто потому, что устали терпеть этого чудесного усатого дяденьку, как они его ласково называют, нежно таракан. То есть кто им платил? Зачем платить людям, которые, ну как бы, руководимы гневом искренним? Вот это меня всегда тоже поражало. Такой взгляд на вещи, что некий Майдан, инспирированный, значит, Америкой или проплаченной Европой, как с русской стороны, это все преподается именно так. На всех федеральных каналах в России уже второй месяц идут чудесные новостные блоки, что проклятая Америка проплачивает протесты в Беларуси. И это длится, вот уже третий месяц скоро пойдет, и Соловьев, и Киселев, все те же самые методички, которые были для Украины. С утра до вечера одни и те же ток-шоу, что какие-то якобы купленные наймиты в Минске, проплаченные Вашингтоном, пытаются свалить великого, честного, хорошего хозяйственника. И я все жду. Вот интересно, эти люди, которые верят в проплаченных демонстрантов, они когда-нибудь проснутся, может быть? Или это просто их естество богопротивное? И тошно слышать, что кто-то честно выходит на площадь и честно действительно выступает против власти, потому что Америка-то в этом смысле везунчик. И я не припомню в Америке человека, который бы задержался на 26 лет у власти. Вот так. Ну вот просто Трамп вышел бы и сказал, как Ельцин, допустим. Я устал, я ухожу, а вместо себя я оставляю, например, ну мыланию я оставляю, ну или кого-то из детей. Через какое бы количество минут его бы вынесли из Белого дома. Илна Сергеевна, есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, потому что очень много и часто муссируется тема того, что вот он приписал себе 81% или сколько он там себе приписал. Ну хорошо, а была ли бы какая-нибудь разница, если бы, например, он выиграл со счетом, например, 64-40 или 60, в смысле 64-32. Это было бы лучше или это по-любому назревало, и какие бы не были результаты выборов, если только остается Лукашенко, поднялась бы вот эта волна. Я думаю, что это, кстати, хороший вопрос, потому что действительно дело, конечно, не в 80%, хотя это уже запредельная наглость. Но даже если бы он нарисовал себе 51% и у Тихановска было бы 49%, люди, конечно, бы вышли, потому что там он проморгал вот какой момент. И это бывает у автократов, которые 26 лет сидят на троне и думают, что они цари и хозяева положения. Так было и с Харви Вайнштейном, который думал, что он бог, и у него все схвачено. Они перестают понимать, что выросло другое поколение. Это там два поколения. Это ребята, которым примерно лет 18, это такие студенты, да, там первокурсники, второкурсники, те, кто уже может голосовать, и те, кто уже там где-то попутешествовал по Европе. Это такие айтишники-интеллектуалы, молодняк. И это поколение, примерно их родители, это люди, которым там уже два раза по 18, это примерно там 38-42 года. Это тоже достаточно молодые люди, которые занимаются частным бизнесом. И он у них давным-давно стоял поперек горла, потому что невозможно при его системе управления было там внутри заниматься бизнесом. То есть он, конечно, чем он был, скажем так, полезен, чем он кичился. Он говорил, что нет олигархата при нем якобы, да, нету там каких-то понаехавших, как он ласково, как настоящий расист, значит, говорил черных, что кругом только наши люди, рабочие места только для белорусов, и все это наше, родное, хлебо, хлебозрелище, значит, делаем трактора, и все на этом закончили. И секунда, сказала молодая поросль, а мы, например, хотим заниматься IT, а мы, например, хотим там честную рыночную экономику, а мы, например, хотим там интегрироваться в Европу, потому что мы видим там какие-то перспективы. И он на этих людей наплевал и решил, что это все пустое место, просто какие-то, ну, офисный планктон, какие-то тиктокеры там в Ютубе бубнят что-то. И совершенно напрасно он не сделал ставку на этих людей, потому что они выросли, как побеждала Тихановская, да, у нее был хороший пул поддержки, это как раз те же самые айтишники, это ребята, которые сделали потрясающую платформу «Голос», она называлась, и придумали классную штуку, как посчитать голоса в обход официальной государственной версии. Потому что Лукашенко-то сделал полицейское государство, он, например, никого не пускал ни на какие наблюдательные пункты. Он вел себя просто как царь. Он говорил, пошли отсюда вон, никаких иностранных наблюдателей я не пущу, никаких, значит, американских наймитов из Вашингтона у меня не будет под окном, дестабилизировать ситуацию не дам. И он бесконечно рассказывал вот эти сказки про лязгающие гусеницами танки, НАТО, ну, сколько можно рассказывать собственному народу, бред про то, что танки НАТО хотят вторгнуться в твою великую Беларусь и украсть твою картошку. Ну, кому это можно рассказывать? Только пожилым людям, которым уже за 80, и которые всю жизнь там голосовали при советском времена еще за Зюганова. То есть люди, которые слушают сказки с экрана ТВ, причем низкосортные сказки. И подросли люди с хорошим критическим мышлением, которые сказали, стоп, невозможно 26 лет заезженную пластинку переслушивать. Плюс было очень хорошее и серьезное расследование. Снимали его, по-моему, Deutsche Welle, если я правильно помню. Это было интервью с ребятами из спецотряда, который курировал Лукашенко, которые занимались убийствами его политических оппонентов. И занимались они этим с 99-го года. То есть это такие собровцы. Тогда еще им было по 23-24 года. Молодые, подтянутые ребята. Их по 5 лет дрессировали. Их отбирали вот как грушников. Рослые, крепкие, сообразительные, интересные такие мальчишки, которых тренировали изначально как наемных убийц. Но у любой страны есть такой отряд, потому что они должны защищать интересы своей страны. И, естественно, их потом использовали в совершенно конкретных целях. Первый такой оппонент у Лукашенко был, это был министр МВД, который, по-моему, в 99-м организовал такую серьезную оппозиционную партию. Он собрал офицеров. Он первый открыто ему сказал, что вы нарушаете все мыслимые и немыслимые права человека. Вы переделали под себя Конституцию. И это невозможно ни в одной демократической стране. Но это абсурд. Но это как если бы Трамп сел и переписал завтра Конституцию под себя. То есть, или придумал какой-нибудь референдум. Его бы просто разорвали за эти вещи. А в Беларуси это прошло в 99-м. И когда была собрана серьезная коалиция, министра МВД убили. И вот этот чудесный человек в документальном расследовании, он сейчас прячется, если я не ошибаюсь, где-то в Германии, он спокойно рассказывает без угрызений совестью. Он говорит, да, нас тренировали как спецотряд. И он изначально был настроен, как настоящий, опять же, автократ, на удержание власти любой ценой. И он настолько утомил людей, что даже если бы он нарисовал себе, там, не знаю, 49 процентов, да, или 34. Я думаю, что люди бы вышли, это такая накопившаяся, как, знаете, бывает в парах, люди, которые терпят что-то очень долго, там, кто-то терпит многолетние измены, кто-то терпит, там, абьюз, моральное издевательство или какие-то физические увечья. И в конце концов у человека лопается терпение, и его может выстегнуть какая-то невинная фраза или, там, упавшая на пол вилка. И начинается просто поножовщина. Вот люди, которые копили в себе это годами, это как нарыв вылезло, но я не ожидала, если честно, что он так быстро перегруппируется. Потому что, увидев на площадях, вот в первый месяц, когда там были сотни-сотни тысяч людей, я подумала, что они его просто разорвут за две недели. Мне казалось, что они просто вынесут, например, двери в тюрьмах, потому что это невероятно огромная сила. То есть это поток сплоченных красивых людей, причем людей, которые там ничего не крушили и не ломали, они ничего не поджигали и не кидали друг в друга бутылки с зажигательной смесью. Интеллигентнейшие ребята, и как сейчас я понимаю, их это изгубило. Вот эта порядочность белорусская, когда там есть кадры, они встают на лавочке, прежде чем встать на лавочку, они снимают, например, ботинки, и в носочках белых встают на лавку. Не дай бог там что-то испачкать, или повредить какое-то госимущество. Это чудесные и порядочные люди. И он на этом сыграл. Я прошу прощения, ведь в этом тоже есть вопрос. Может быть, если бы у всех вот таких порядочных, нормальных, хороших ребят была какая-то объединяющая сила, я имею в виду какой-нибудь орган, скажем так, может быть, у них бы это получилось намного лучше, они были просто масса разрозненных индивидуумов, а не одно сплоченное движение. Как вы думаете? Я думаю, что там все немножко хитрее, потому что на момент, когда они выступали единым фронтом, идея какая-то оформившаяся у них была. Во-первых, как Тихановская сразу выступила, они требовали, конечно же, устранения Лукашенко как нелегитимного президента, как человека, который просто потасовал выборы. И потом сразу перевыборы. То есть цель была понятна, просто вот эта интеллигентность врожденная, вот эта доброта, она всегда воспринимается любым тираном как слабость. Он-то не церемонится, он-то не будет выбирать методы. У него-то под рукой ОМОН, СОБР, КГБ, ему все равно. Как он взял Тихановскую, например, вот она пришла первый день после выборов в комиссию ЦИК, она пришла подавать жалобу. То есть, как требует того, естественно, процедура в любой демократической стране, ты как кандидат в президенты говоришь, там, я, Марья Николаевна Петровна, не согласна с результатами, прошу принять к рассмотрению и там в течение такого-то срока разобраться. С моих слов записано верно. И в ЦИКе тут же подъехали люди, это были КГБшники, которые заставили, если вы смотрели, ее легендарное видеообращение. Да, 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 конечно, конечно. Ну, да, сидит перепуганная женщина, которая смотрит в одну точку, читает с листа, и совершенно понятно, что за ее спиной стоят люди, которые ей сказали несколько фраз о том, что ну ты-то ладно, уедешь отсюда, а у тебя все-таки муж в тюрьме, и у тебя дети. А что, если с детьми что-то случится? То есть, вот эта старая ГБшная привычка запугивать самыми низкими, ну, как бы, методами, да, и давить на детей, она же потом сказала эту фразу, уезжая, что, ребят, самое главное, это наши дети. Больше ничего комментировать не хочу. То есть, это я такая смелая могу говорить то, что мне нравится. Я не знаю, как бы я себя повела, если бы угрожали моим детям. Поэтому белорусов, ну, я бы не сказала, что это сгубило, просто это растянет противостояние. Потому что он беспринципен абсолютно, он будет заключать любые союзы, он будет искать союзников. Ему, Лукашенко, конечно, очень благоволит Китай. Потому что у Китая очень жестокое противостояние с Америкой, и они тоже будут драться до конца. И им нужна Беларусь, в том числе и как форпост, и в том числе и как некий союзник, включая Россию. Сделать такой анклав, собраться всем вместе, и дружить против той же самой Америки, это можно делать бесконечно долго. Активы у ребят совместные очень неплохие. И что они подпишут, и как будет выглядеть это соглашение, мы, конечно, не знаем. Но людям достанется в любом случае, потому что вот эта ситуация экономически будет дикая. То есть, конечно, из Беларуси уйдут все нормальные инвесторы. Никто не будет хранить деньги в стране, где непонятно, что происходит. То есть, какое-то безвремени, бесконечные забастовки, бесконечные стычки. Бедную эту колесникову сажают в тюрьму. Хорошо, она смелая барышня, которая просто разорвала паспорт, и сказала, пошли к черту на мать. Ирина Сергеевна, к сожалению, нам нужно сейчас прерваться на небольшую рекламную паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы, естественно, вернемся и обязательно продолжим. Оставайтесь с нами. Спасибо вам. Итак, мы возвращаемся к интереснейшей беседе с известным российским блогером, с профессиональным психологом Инной Сергеевной. И в этом сегменте, если у вас появятся вопросы, пожалуйста, набирайте номер телефона 847-400-5200. Ну, а пока вы набираете этот номер, Инна Сергеевна, я бы очень хотел услышать, мне действительно очень интересно ваше мнение, ваше видение по поводу того, что же все-таки произошло и продолжает происходить в ситуации с Алексеем Навальным. Пожалуйста. Ой, это очень интересная история, потому что крайне любопытно, конечно, как это все разворачивается сейчас и в то время, в которое это случилось, оно тоже очень симптоматично, потому что Кремль, конечно же, сразу занял позицию, что это не мы, но, как обычно, классическое заявление, так же, как это было в войне с Украиной, да, там нет наших солдат, а форму можно купить в любом военторге, и Бука сбивали, Бука мы стреляли в немы по самолетам, и вообще нам это невыгодно, Алексей Навальный отравил себя сам, по последней версии, которую они сейчас уже излагают, он это сделал, конечно же, ради пиара. Но что произошло на самом деле? Кремлевские ребята сильно напряглись, как только случилась Беларусь, и никто не ожидал такой прыти от белорусских людей, все думали, что, ну, пошумят и разойдутся, послушайте, тоже мне подумаешь, там какие-то выборы, очередные подтасованные выборы, батька не в первый раз все это подтасовывал, он многократно все эти демонстрации разгонял, и никто не думал, что появятся какие-то никому неизвестные женщины, я имею в виду Тихановская и Колесникова, которые сумеют сплотить вокруг себя огромное количество людей. Посмотрев на этот пример, и совершенно четко осознав, что в России ситуация усугубляется очень быстро, а она еще усугубляется, надо опять же дать знак, исключительно из-за коронавируса, помимо всего прочего, то есть были политические причины, и людей, безусловно, утомила власть, и она раздражается уже народной массой абсолютно на все. Кто-то там раздражался на повышение пенсионного возраста, кому-то не нравились там детские пособия, кто-то в принципе устал от произвола, но коронавирус еще усугубил все это финансово, потому что появилось огромное количество разоренных людей, и общее раздражение, и вот этот общий такой агрессивный фон, когда люди потихонечку начинают нищать и звереть, он является всегда самой питательной средой для любой революции. И Кремль, оглянувшись по сторонам, очень быстро понял, подождите, а кто у нас есть из таких заметных, четких и ярких оппозиционеров? Потому что к Навальному можно относиться по-разному. Вот я, например, никогда не была его фанатом, потому что он все-таки националист, помимо всего прочего, и когда он про грузин, там, позволял себе какие-то сентенции, что это грызуны и прочие характеристики, и участвовал там в каких-то полу-нацистских маршах с бодрыми националистами, для меня это все как для человека смешанных кровей, в том числе и еврейских, было неприятно и непонятно. Но даже я не являюсь его фанатом, я отдаю себе отчет, что на сегодняшний день он самый популярный оппозиционный политик. И у него действительно там многомиллионная поддержка. Больше того, он политик системный. Вот, например, там есть разные блогеры, есть какие-то депутаты, есть какие-то оппозиционеры, и у них достаточно слабая поддержка, это там в том числе и малое количество подписчиков, плюс у них нет разветвленной системы. Навальный много лет занимался тем, что в каждом городе у него есть, вот сейчас проходили выборы региональные, да, и я имею в виду губернаторские, и его кандидаты это ребята, которые представляют для нынешней власти достаточно серьезную угрозу. Это хорошая политическая сила, то есть он системщик, он собрал четкую команду, и эта команда без него не работоспособна, что и показало отравление, потому что как только они его нейтрализовали, как только он там лег в больницу под аппарат ИВЛ, стало понятно, что без него, например, эта команда не может никого вывести на улицу. Хотя, казалось бы, ну, это такой, как это не цинично звучит, но с политической точки зрения это прекрасный повод. То есть всем вместе собраться, какой-то там экстренный штаб, и сказать, ребят, слушайте, ну, происходит бесчинство и произвол, потому что то отравляющее вещество, которое было обнаружено в крови, да, оно не может быть подкинуто ни уборщицей, ни каким-то, как писали в газетах, быть может, его отравил какой-то политик, на которого он делал расследование. Ну, предположим, что есть какой-то депутат или мэр, на которого он снимал расследование. Где они возьмут боевое отравляющее вещество новичок? То есть покушение было бы тогда сделано по старинке, как в России любят стрелять в спину на мосту, переломать ноги арматуры, например, да, то есть масса же, как бы, есть способов, но это был бы не новичок. То есть доступ к этим веществам имеют, естественно, ребята из определенных спецподразделений. То есть это должен быть уровень ГРУ, это должны быть ребята-полковники, как это делали Солсберецкие, чудесные, чипига, и второго, я не помню, великолепного мужчину, который ездил смотреть Солсберецкие шпили. То есть очевидно, что это была спецоперация, проведена она была через пятую точку, то есть они, видимо, не рассчитали дозу, потому что ее нужно было либо больше делать, чтобы он быстрее погиб, потому что или они рассчитывали на то, что он в самолете не будет экстренной посадки, да, и за счет вот этого долгого перелета человек бы скончался там прямо на месте, потому что то, как дальше себя начал вести Кремль, ну это смешно. Сначала они начали говорить, что никакого отравления нет, и Маргарита Симоньян, и все федеральные каналы начали объяснять, что он диабетик, и поскольку у 40-летнего мужчины скачет сахар, то это просто слабое здоровье. Ребят, ну это не объяснение. Но когда уже клиника Шарите показала все анализы и сказала, что вы издеваетесь, какой диабет, ну вам не стыдно, как бы, уж если вы врете, уж если вы действительно организовываете какое-то покушение, ну неужели у вас тогда не осталось профессионалов, которые могут придумать хотя бы легенду какую-то. И оказалось, что этих профессионалов нет. И все это так же смешно и криво, как это было с чудесными салсберецкими шпилями, опять же. То есть два каких-то нелепых сидят, недоговорившихся между собой полковника ГРУ, которые врут, что они фитнес-инструктора, хотя в интернете потом выкладываются их настоящие паспорта и показываются, кто где из них служил, в каких подразделениях, что один там воевал в Чечне, получил звезду Героя России. То есть два Героя России отправляются в Великобританию, не могут выполнить спецзадания. Это же все еще показывает какой-то чудовищный уровень некомпетентности. То есть они не могут собрать команду. Им вроде бы как и человека устранить нужно, потому что он, правда, я говорю еще раз, несмотря на то, что я не фанат, но он самый заметный и самый популярный оппозиционный политик. Я не могу назвать, я пыталась вспомнить вторую фамилию, а кто еще в России может на данный момент собрать какой-то митинг. Ну кто? У меня нет фамилии второй. То есть, конечно же, он был устранен намеренно. И опять же, устранен непрофессионально. То есть они, как в свое время, если вы слышали историю с Петром Верзиловым, когда они его травили, точно таким же Макаром. Да, они, вы знаете, первое, буквально первое сообщение, которое я услышал по поводу отравления Навального, у меня сразу вызвало ассоциацию с анекдотом. Иванов в газовую камеру. Он говорит, ребята, у меня от вашей газовой камеры уже вот такая голова. То есть, ну неужели нельзя было действительно, если уже решили от него избавиться, ну должны были от него избавиться. Так что... Ну, там интересно, вот он как раз на днях, по-моему, писал пост на эту тему, что его спасла череда таких счастливых случайностей. То есть сначала пилот храбрый, который принял мгновенное решение, что нужно делать экстренную посадку. Потом выяснилось, что им не давали посадку, наврав, что заминированный аэропорт. Ну тут же начали происходить какие-то совершенно чудовищные истории, и несмотря на все это, все равно пилот довел ситуацию до конца. То есть, это какая-то храбрость конкретного человека. То есть, это вот как называется там у верующих людей проведение, да? Вот это проведение спасло. Потому что, если бы на месте этого пилота оказался бы какой-то другой человек, не было бы экстренной посадки, не было бы никакой счастливой случайности, и он бы, конечно, погиб прямо в полете. После чего бы кремлевские сказали, что, ну видите, как сахар скачет, как сказала замечательная Маргарита Симоньяна, она говорит, у меня тоже такое в самолете бывает, я с собой вожу просто Рафаэлку. Здорово же. Ну конечно. Это цинизм какой-то в кубической степени. Она же не глупая, она же не идиотка, она же все понимает, когда она это говорит. Просто это ребята, которые смеются в лицо и говорят, а при чем здесь мы, при чем здесь Кремль? Да подумаешь, Навальный там, у него 2% рейтинг, он никому не нужен. Несмотря на то, что его кандидаты на самом деле по округам набирают 40-45%, то есть это достаточно популярные, хорошие ребята, которые в перспективе, если убрать у Единой России административный ресурс, уже вполне будут занимать там центральные места. Он-то сам может быть по себе не самая объединяющая фигура, к нему у людей там может быть много претензий. То есть кто-то его не любит, кто-то его считает не харизматичным, кто-то считает, что он какой-то там, не знаю, ставленник Кремля. То есть он всегда вызывал у людей очень противоречивые чувства, но он собрал очень крутую команду. Молодых, хороших профессионалов, которые действительно могут занять и посты мэров, и я думаю, сейчас будут выборы, вот как бы, буквально, может быть, наверное, следующие, когда у нас через год будут выборы мэров. Женя Ройзман как раз на эту тему снимал хорошее видео. Они же тоже в свое время его испугались, потому что он был такой народный мэр. То есть он ни от кого ничего не скрывает, все декларации открыто выкладывает, с людьми каждое утро там бегает по набережной, прием лично с утра до вечера ведет, ни от кого не прячется, там на Мерседес их с охраны не ездит. И он их очень сильно этим раздражал, потому что, ну как бы, а кто ты такой? У нас все губернаторы нормальные ребята. Инна Сергеевна, я прошу прощения, у нас есть звонок, давайте попробуем принять звонок. Да. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, я по поводу Беларуси, я сначала, когда это началось, первое время тоже был, как бы, такого мнения, как вы, но потом, когда почитал, разобрался, у меня много, то есть, мнение очень сильно поменялось, поэтому, это такое дело, когда, ну как бы, очень много мнений, но, все не так просто. Так же, по поводу Навального. У вас есть, я прошу прощения, у вас есть какие-то конкретные предложения? предложения? Да, да, я просто хотел, я именно хотел, по поводу, не по этим вопросам, а по, по поводу, по поводу, прошлых выступлений, поговорить про, духовность, про которую вы, как-то поднимали вопрос, я считаю, что это очень важно, я не знаю, можно поговорить про это? Ну, сейчас у нас немножко другая тема, поэтому, если у вас есть вопрос, Кине Сергеевне, пожалуйста, если вы просто хотите поговорить. Нет, у меня есть Кине Сергеевне, только по поводу, вот, по ее, по ее, прошлым стримом, который, по ее, по ее, по ее, по ее, по ее, пожалуйста, задайте ваш вопрос, чтобы мы могли продолжить программу. Ирина Сергеевна, по поводу вы говорили, как-то, когда, говорили коронавируса, вы говорили, что, мы начали, по поводу православия, о том, что крестные ходы и так далее, что вот там, забубили они два крестных хода, покрестились, помазали водой, и все, думали, что понесет. Поэтому, я вот это, меня немножко в шок, в шок подвергло. Окей, спасибо большое. Вы, когда выйдете из шока, перезвоните, потому что в шоковом состоянии с вами очень тяжело разговаривать. Спасибо большое. Прошу вас, Евгения Сергеевна. Верующие люди, ребята трепетные, они, конечно, нежные, у нас, поэтому, видимо, и приняли закон об оскорблении чувств верующих, потому что они все близко к сердцу воспринимают, и, вероятно, человека задела, насколько я понимаю, моя фраза про то, что не нужно ходить по крестным ходам. Я-то просто человек неверующий, и если вообще этой темой скользкой касаться, то Бог-то у вас должен быть в сердце, если вы в него веруете. И зачем вам какие-то ритуалы, обряды и странные попы и бородатые в рясах, если ваш Отец Небесный должен вам отвечать на ваши молитвы, даже если вы дома молитесь. Вот я к чему. Вы можете быть кем угодно, буддистом, мусульманином, иудеем, Бога ради, но когда какие-то карантинные меры принимаются ко всем, и всех запирают по домам, и закрывают в том числе рестораны и кафе, а верующие говорят, а мы хотим ходить на крестный ход, это выглядит немножко для меня странно. Я абсолютно с вами согласен, потому что я считаю, что если, то есть порядок должен быть, во-первых, один, во-вторых, если это вирус, то он косит, независимо от вероисповедания, политического креда и шокового состояния. Поэтому, конечно, странно. Ну, давайте продолжим насчет Алексея Навального. Прошу вас. Но по поводу Алексея, я вот лишний раз убедилась, что ребята кремлевские для себя приняли внутреннее решение, и оно давно у них назревало, что они просто будут зачищать свою поляну уже до блеска. И если до этого было какое-то вольнодумство, то есть они очень спокойно смотрели на то, что много видеоблогеров разных, много каких-то ребят, позволяющих себе критику нелицеприятную, то теперь, увидев, в пример, Беларуси, потому что в Беларуси есть очень интересная штука. Там молодые парни, по-моему, один айтишник, второй я не знаю кто, им было на момент создания канала Nextop там по 22 года. Просто два студента создали телеграм-канал, начали выкладывать какие-то оппозиционные интересные материалы. Потом начали снимать документальные фильмы, так же, как там Алексей Навальный, какие-то разоблачения коррупционных кандидатов. И в конце концов очень быстро набрали подписчиков. Сначала это было полмиллиона, потом уже в связи с этими ситуациями был миллион и полтора, а миллион и полтора подписчиков это уровень хорошего федерального канала. И, конечно, это серьезная власть. СМИ это всегда была серьезная власть. И Лукашенко тоже этот момент проморгал. И ему-то казалось, что, да подумаешь, какие-то 20-летние щенки где-то там на телеграм-каналах собирают какой-то ересь. На них было даже заведено уголовное дело, они были вынуждены просить политического убежища в Польше. И там продолжили свою деятельность, уже закусившись по-настоящему. Потому что, если тебя выгоняют из твоей страны, и пожилой диктатор позволяет себе лишать тебя права видеть своих близких, то тебе нечего терять, кроме своих оков. Конечно, они с особым остервинением продолжили развивать этот телеграм-канал. Я просто читала истории про то, как писали, кто их купил, сколько Польша дала им денег, как они находили каких-то инвесторов. Человек, который никогда интернетом не занимался, не понимает, что он говорит. Любой оппозиционный кандидат сейчас, поскольку запрос на эту повестку огромен, будет набирать подписчиков молниеносно. Не нужны никакие вливания, не нужны никакие деньги каких-то там якобы соросов или кого-то еще. Это все бред собачий. Если человек системно выпускает интересный контент, если он харизматичен, ярок, у него подвешенный язык, он понимает, что он говорит, прирост аудитории будет органическим. И когда Лукашенко это проморгал, и у него возникла вот такая революционная ситуация под носом, то кремлевские сказали, эггия, подождите, а мы-то чего ждем тогда? Чтобы у нас возникла такая же Белоруссия, и люди вышли не на два дня под окна, а по 200 тысяч человек, да еще это были заводские рабочие, творческая интеллигенция, певцы, актрисы, режиссеры и спортсмены. И, конечно, они в принудительном порядке начали достаточно жестко все это зачищать. Я это ощутила по себе, потому что я давно не видела такого количества ботов. То есть, этого не было с момента начала войны в Украине. Вот это ровно та же самая история. Когда сотни тысяч людей начинаются регистрировать какие-то левые аккаунты, потом они начинают тебе писать оскорбления, угрозы, что там ходи бойся, мы за тобой наблюдаем и вообще... Ну, ты открываешь, а профайл пустой. Да, и ты не понимаешь, кто это, на следующий день профайл пропадает и удаляется. Вот эта вещь была шесть лет назад, когда случился Крым. И они взяли ту же самую методичку, но в более жесткой форме. Когда они начали закрывать каких-то девочек за то, что они устраивают выставку ЛГБТ-сообщества, здесь же тоже ну, казалось бы, какая тебе разница, кто с кем спит, да, и какая тебе разница, у кого какая половая жизнь. Нет, все равно есть общество, которое там, общество пила, которое кичится тем, что мы будем убивать геев, резать их и поджигать их выставки. И вот эта вот агрессия какая-то скрытая, она вдруг выходит наружу, и Кремль для себя, видимо, все определил, что мы строим такой СССР 2.0. То есть мы объединяемся с Белоруссией, мы подтягиваем Китай, мы ведем переговоры, отгораживаемся от этого мира бренного, который вводит санкции против нас, потому что как только Европа сказала про санкции из-за Навального, все улыбнулись в Кремле и сказали, ну, не страшно, вообще сейчас границы закроем, выгоним вас всех, чертовы бабушки, и будем жить как в Советском Союзе, и доллар у нас будет 60 копеек, и проклятая Америка нас больше никогда не догонит. Рогозин, он вчера отчитался, у них, значит, какая-то частная фирма будет строить ракеты, как сказал Рогозин, в два раза дешевле, чем проклятый Илон Маск и его Крюдрагин. Да, да, да. Это смешно, ну, то есть, не знаю, у меня иногда ощущение, что они сходят потихонечку с ума, может быть, это какой-то кокс паленый аргентинский, или какое-то кристальное безумие, потому что, правда, когда ты живешь в реальном мире, вот они как будто действительно в стратосфере, все их последние программные заявления там про супероружие, про то, что мы впереди планеты всей, нам все завидуют, вот это все, конечно, наталкивает на мысль, что ребята морально давно готовы полностью отпочковаться от мира, то есть, если их раньше что-то сдерживало, то, вероятно, вот эти последние санкции, там, пакет Навального, да, оно их подтолкнет к тому, что, ну, не нужен нам берег турецкий, ну, и чужие страны нам не нужны, а мы сами по себе сильные, красивые, такие под кумачевыми флагами. Ну, я вам скажу, Инна Сергеевна, если Лукашенко рассчитывает на вот такой вот союз, ну, я бы на его месте хотя бы еще раз просмотрел ситуацию с Тайванью и чем это закончилось, поэтому, может быть, это его натолкнуло бы хоть на какую-то мысль, поэтому... Я думаю, что в этом состоянии все вот эти такого типажа мачо, они чертовски самонадеянные. Там в какой-то момент ломается внутри способность мыслить логически и оценивать ситуацию очень трезво. Что-то происходит с мозгом, когда ты становишься совершенно как бы невменяем, и ты думаешь, что меня эта ситуация не коснется. Вот то, что было там с каким-то Чаушеско, что это было не со мной, я-то совершенно по-другому выстрою ситуацию, я ее прогну и дожму. Вот когда он начал бегать уже с автоматом, и все начали кричать, что картофельный пиночет сошел с ума, стало понятно, что ему совсем плохо. То есть, вот эти высадки из вертолетов, когда сын переодевается в военную форму, значит, в черных очках такой Джеймс Бонд, охрана Папина, но ты понимаешь, что это какое-то пограничное состояние. То есть, он уже немножко не в себе. Он изначально, у него же есть психиатрическое заключение, там расстройство личности. То есть, психиатр, который это диагностировал, по-моему, чуть не попал в тюрьму, кто делал заключение еще в ранней юности. Он написал, что этому человеку не то, что нельзя занимать руководящие посты, ему пистолет в руки давать нельзя, потому что он просто, ну, это ПРЛ, пограничное расстройство личности. Илья Сергеевна, я прошу прощения, нас по-любому сейчас вырубит из эфира, я просто тянул до последней секунды, не хотел вас прерывать, но вы сами понимаете, что такое рекламные паузы и так далее. Это святое. Это просто святое. Поэтому у меня, я не хочу оставить неудобное положение, но у меня есть еще после этой рекламы, у меня есть еще полчаса моего эфирного времени. Если вы можете его провести с нами, пожалуйста. Можем потом принять пару звонков. Конечно, с удовольствием. Все, договорились, тогда оставайтесь с нами. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся к нашей интереснейшей беседе с известным российским блогером, с профессиональным психологом Инной Сергеевной. Еще раз номер телефона в студии 847-400-5200. Инна Сергеевна, у нас есть звонок, давайте попробуем принять. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Добрый. А вот у меня вопрос по поводу Навального. Скажите, вот насколько действительно Путин так все контролирует, как в свое время товарищ Сталин это делал, насколько Путин является хозяином земли русской, что за его ценой какие-то организации могли все это дело повернуть. И обвинения Навального, что если Путин отдавал приказы, они не особенно, так сказать, верные. Я... Я нет. Я поняла вопрос. Окей. Очень интересная интерпретация по поводу хозяина земли русской. Во-первых, ему не нужно быть Сталином, ему не нужно быть действительно каким-то всемогущим спрутом. Это такая расхожая совершенно система, которая работала до него. Он же сам бывший гэбист. И он, когда восходил на трон, по-моему, это было на следующий год, если я не ошибаюсь, он в Кремле поднял тост за то, что, ну вот, наконец-то, все на местах, на ключевых, будут наши. Он в ближнем круге всегда оставлял людей преданных, может быть, не самых умных, мягко говоря, но чертовски преданных, как, например, там, Золотов и Ижи с ними. Исходя из того, что у вас ближний круг, это все ваши приятели, верноподданные из кооператива Озера, конечно же, эти люди будут служить вам верой и правдой и, упреждая даже любое ваше желание, будут ограждать вас от любых каких-то маломальски опасных элементов, как, например, был убран тот же самый Немцов. И я уверена, что он был, кстати, убран за то, что в последний год он позволял себе уже такие хамские сентенции, когда он говорил, что Путин дальше следовал слово матерное и был предельно резок в своих высказываниях. То есть он всегда его критиковал, у него всегда были такие напряженные отношения с верховным главнокомандующим. Последний год тот же самый, не только Немцов, а там был целый пул жестких корреспондентов, которые при разных обстоятельствах так или иначе пострадали. Вот возвращаясь к истории с Верзиловым, как это было, все смеялись и говорили, кому нужен какой-то Петя Верзилов. А Петя Верзилов, например, создал очень крутую компанию акционистов, которые привлекали внимание молодых людей и вокруг себя консолидировали огромное количество народа. Кремль это очень быстро считает и чекает, когда он понимает, что человек становится сверхпопулярным и за ним уже миллионы и миллионы людей. Конечно, это опасная история. И я уверена, что у Путина было внутреннее, все может быть на него реагирует, как, например, на надоевшую муху. Он, может быть, его не считает врагом, он, может быть, его считают просто элементом раздражающим. То есть внутренний настрой человека может быть такой, что аз, есмь, царь и бог, и здесь какой-то мне еще ходит Леша Навальный и что-то там себе позволяет. Что мы будем дожидаться, как в Беларуси, пока полыхнет, да раздравить просто как клопа, и все. У них отношение к этому вот такое. Они никогда не считали, например, там, свой народ за людей. Это всегда было какое-то рабское сословие, которое ты по своему усмотрению юзаешь. Это как крепостные крестьяне. Кого-то ты в рабство угнал, кого-то ты на конюшне до смерти запорол, бабы новых нарожают. То есть ценность жизни в России всегда была равна нулю. Исходя из-за вот этого нуля, всегда у верховных складывалось впечатление, что да я могу изничтожить, просто потому что мне этот человек надоел. Я, может быть, его и опасным-то не считаю. Он просто как зудящий комар, и я отдаю распоряжение и говорю, ребят, а ну-ка, а ну-ка мне здесь. А то, что есть специальные службы, которые этим занимаются, так они на это заточены. Это государевы слуги. Они адресированы, вот как я возвращаюсь к документальному фильму Deutsche Welle, изумительное расследование. Я просто забыла, как фамилия этого человека. Там можно вбить Deutsche Welle, Лукашенко, там серия была вот этих работ. И он рассказывал, как их тренировали, как их набирали в ГРУ, в СОБР. Молодых, красивых ребят с 18 лет учат устранять врагов Родины. А как это делается? Как травить специальными веществами? Инна Сергеевна, прошу прощения, есть еще звонок, давайте попробуем принять. Да. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, это Ирина из Атланта. Я хотела бы задать вопрос Инне Сергеевне Попова. Она как профессиональный психолог. То есть, наверное, она слышала об этой проблеме между детьми и родителями, особенно здесь вот в России, тех родителей, которых, родители уехали из социализма. И вот здесь вот как бы этот социализм начинает догонять их всех, потому что дети вдруг обнаруживают, что становятся ярыми социалистами. Вообще понятия не имею, что это такое к сожалению. То есть, вот как в этой ситуации найти, ну, я не знаю, подход или найти общий язык с детьми таким родителям, которые знают, но не могут это объяснить, как бы, не могут найти, как объяснить детям, что они не на правильном пути. Спасибо, Юрочка, спасибо. Это хороший вопрос, и у меня будет честный ответ, никак. Это будет технически невозможно. И ответ будет неприятный. Дело в том, что вообще сейчас идет такое жесткое расслоение, и будет, конечно, не только в Америке, это будет во всех практически странах, это будет гражданская война. То есть это будет жесткий раскол по карте мира, потому что, конечно, молодые люди, которые, например, никогда не видели и не знали, что такое социализм, они очарованы какими-то, ну, очень красивыми идеями, потому что захват будущего всегда происходит через нарисованную картинку, да, и через клипы, через какие-то площадные лозунги, через красивые фильмы, там, о всеобщем равенстве, о добре, о справедливости. Это же очень здорово звучит, и это чертовски привлекательно, когда тебе говорят, что мы все братья и сестры, что каждому там по способностям, каждому как-то по возможностям, я даже не помню этих ужасных лозунг. Да, каждому по потребностям, от каждого по труду. Да, да, ну, конечно, молодой организм, вследствие того, что он юн и подвержен там гормональным всплескам, всегда зачарован любыми красивыми фантиками, и люди, которые управляют этим, безусловно, это профессионалы, циничные ребята, которые осуществляют захват будущего чертовски грамотно, то есть они это делают через классную картинку, так же, как там Hollywood Pictures всегда славилась очень понятными и здоровскими фильмами. Это не просто развлекательный контент, это не просто отвлечение внимания, это ролевые модели. Вот если вы обращали внимание за последние там пять лет, мы вчера только считали, вся последняя линейка таких сильных фильмов только с яркими, доминантными женщинами. То есть от игры престолов, где мать драконов, до каких-то воительниц, спасательниц, там супервумен, это же тоже все игра с сознанием, это тоже все закладывание определенных моделей. Родители, к сожалению, для своих детей, это такие старые, ничего не понимающие люди. То есть это все такое, мам, отстань, ты не понимаешь. Вот знаешь, тебя нет в тиктоке, тебя нет где-то, и ты просто, просто не в состоянии понять, что новое время, новые люди. Я испытываю такое трепет и восхищение, вот у меня есть пример, ребята, которые открыли школу героев в России, это взрослые дядьки, бывшие банкиры, им там по 48, по 49 лет, по 50, у них юная поросль, 14-летняя, 16-летняя, они говорят, мы очень быстро поняли, что внимание наших детей крадут, ну то есть, крадут какие-то тиктокеры с кислотными волосами, отцы приняли решение тоже зарегистрироваться в тиктоке, тоже начали снимать какие-то ролики, то есть они перехватили эту инициативу, став такими же крутыми, как и те, кто с кислотными волосами, там, например, читают рэп, да, а поскольку родители сразу переходят в плоскость антагонистов, да, да, я тебя научу, да, я тебе расскажу, конечно, у ребенка отторжение на уровне, я не хочу слушать учителя, я сам все знаю, я взрослый человек, мне 13 лет, тут либо искать сплачивающее сначала какое-то мероприятие, то есть если вы делаете что-то вместе, и вам ваш подросток безгранично доверяет, вы не из позиции старшего и не из позиции учителя, а как бы, как бро, говорите, слышишь, давай я тебе расскажу, как это бывает, просто как это было в моей жизни, не хочешь, не слушай, может быть, ты посчитаешь, что это бред, это не назидание, я тебя не учу, но это очень сложно, вот как бы, мои родители тоже разговаривали всегда с позицией друзей, что давай мы тебе, не то, что мы там советуем, да, а вот, ну, у нас было вот так, возможно, тебе это пригодится, может быть, ты посчитаешь, что это чушь, но, конечно, грядет время крайне суровое, потому что и Black Lives Matter, и яркие феминистические движения, это все будет на разрыв, на поколенческий разрыв, да, и на разрыв между людьми, то есть разногласий будет очень много, и люди будут в семьях, к сожалению, не просто там друг с другом, да, рубиться, а самые теплые отношения будут рушиться на этой почве, и только сильные люди духом, такие, могущие идти на уступки, вот, если есть запрос, явно женщина готова, как бы, о чем-то договариваться, потому что в основном взрослые переходят сразу в состояние войны, я тебя никуда не пущу, ты никуда не пойдешь, тебя какие-то уроды научили плохому, какие-то дегенераты тебе засорили голову, я тебе сейчас все расскажу, слушай меня сюда внимательно, это сразу конец диалога, вот, Иришка Сергеевна, вы затронули какие-то очень интересные нотки, потому что вспыхнули все линии, давайте попробуем принять, разобраться, что к чему, все, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, вы знаете, я вспоминаю второй лозунг, который висел в каждом, так сказать, учреждении, кто не работает, тот не ест, а здесь, при капитализме, в связи с тем, что здесь замечательная экономика, именно те, которые не работают, те и едят, вот, об этом надо все время говорить, что вот, когда сюда придет социализм, то все те, которые не работали и сейчас получают пособие, все, это все рухнет, и для детей то же самое будет, и поэтому, мне кажется, нельзя сдаваться, надо с детьми работать, и причем работать начиная с пятилетнего возраста, я бы сказала, с детьми и с внуками, и нельзя сдаваться, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо, добрый день. Вот сразу видно, как бы, боевой настрой, вот это уже такая война, да, вот это, кстати, здорово, запал очень классный, и это то, что будет вызывать самую большую ненависть у подростка, потому что они либо слышат доверительный какой-то диалог, да, то есть, это называется подстройка снизу, когда ты хочешь разговаривать с очень конфликтным человеком, ты говоришь, слушай, ты, конечно, можешь меня сейчас послать на три буквы, последнее слово за тобой, давай попробуем поговорить, потому что, когда они слышат вот эти пламенные, я почувствую, что человек энергичный, душа болит, то есть, это искреннее переживание, сразу включается оборонительная позиция, что все не надо, я сам все знаю, я слушать это не хочу, и сам все шишки себе набью. Вы очень четко прочувствовали ситуацию, поэтому давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, я начну с такой короткой репризы. Сколько лет вам? Окей, давайте дальше. Абор делать поздно. Алло. Да, да. Дело в том, что в семьях очень часто действительно нет доверительных отношений между детьми и родителями. Родители настолько получают из благих намерений, они всегда вышли, дорога все хорошо знает куда, что у детей появляется, даже когда они делают в нашем понимании самые-самые правильные дела. Но они доводят до такого состояния, что, получив образование, дети убегают из дома. С такими детьми никогда родители не договорятся. Ну, значит, надо меняться в первую очередь родителям, а потом они должны уже. Я думаю, что какое-то ответное вопрос. Спасибо. Прошу вас, Ирина Сергеевна. Согласна категорически, все так и есть. Во-первых, это извечный конфликт отцов и детей. Это то, что было и будет, мне кажется, всегда. Это биология. То есть мы же не можем, мы вырастаем все, мы становимся более циничными, степенными, спокойными. Так распорядилась природа, что взрослый человек, правда, накапливает какой-то опыт, в том числе и отрицательный. И с одной стороны это здорово, потому что человек становится гораздо более спокойный, равновешенный и стабильный. Но с другой стороны, человек перестает что-то пробовать, и, конечно, он уже не экспериментирует. Он заземляется в какой-то своей коробочке, окапывается, и у него все четко и понятно. Молодежь, она изначально разрушитель. Все революционные движения, конечно, принадлежали всегда юным людям, которым нечего терять. И они, конечно, были подрывные, безбашенные, смелые. Поэтому, ну, здесь какая-то система сдержек и противовесов. Мы просто еще вступаем в новый мир, безусловно, в мир цифровой, и людей все пугает. Кого-то пугают вакцины, кого-то пугает цифровизация, кого-то пугают эти ковиды, еще что-то. То есть, все навалилось сразу, и люди будут из строя выходить просто пачками. Тем более старшее поколение, которое выросло совершенно в других реалиях, им кажется, что этот мир рушится, и нет больше никаких основ. Никакой морали нет. Она другая будет, безусловно. И к этому готовы не все. А молодые ребята серфят на этой реальности, у них-то все впереди, и у них вот это ощущение некого драйва. Им любые перемены, даже плохие и ужасные, кажутся неким приключением за счет того, что нет набитых шишек. И здорово, когда старшее поколение протягивает руку и говорит, слушай, ну, нам-то воевать, что, давай попытаемся вместе найти какой-то средний знаменатель. Возьмем мой опыт, который, может быть, тебе не очень интересен. Я попытаюсь тебе что-то рассказать. Потому что, если вас не слушают, это как в любовных отношениях. Человек, который не готов к диалогу, бесплатно, бесполезно стучаться, бесплатно, по Фрейду оговорка. Супруга давно вас разлюбила, а вы говорите, пойдем к семейному психологу, понятно, что она никуда не пойдет и просто тянет время. Не хочет разводиться, может быть, потому что есть какие-то совместно нажитые активы. Так и подросток, если он нашел где-то на стороне уже единомышленников, если там его слышат и там его не учат, а там ему говорят, что ты классный, ты прав, ты вообще душа компании, конечно, с родителями совершенно неинтересно в этом контексте. Так, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здрасте. Нина Сергеевна, выскажите свое мнение, пожалуйста, о Максиме Марсенкевича, о его убийстве. Слушайте, ну, любая смерть, конечно, это трагедия, но поскольку он был совершенно безобразным человеком и нацистом, и вел себя совершенно чудовищно, я не могу сказать, что я сожалею, это было бы враньем. Я сожалею, что его родные, видимо, переживают, и для близких людей, его близких, это трагедия, для меня все было вполне закономерно. Он был провокатор. Это, опять же, как работает ГБшная контора. Вот это классическая история. Они находят маргинальных ребят. Это на будущее вдруг нас услышат какие-то футбольные болельщики наивные или нацисты, которые думают, что они работают на режим и получат какие-то бонусы. Их вербуют, обещают им какие-то бонусы в виде денег, карьеры интересные, кого-то устраивают на федеральные каналы. Бесплатный билет на футбол. Бесплатный билет на футбол. Да, кстати, да. Кому-то в достаточной бутылке пива. В зависимости, если это мальчики с нищих районов, а Россия, к сожалению, в последние годы действительно имеет только официально 20 миллионов людей, находящихся за чертой бедности, это работающие люди, а у них есть дети. Конечно, они живут почти впроголодь. Замотивировать таких ребят очень просто. Билеты бесплатные куда-то, какие-то тусовки, алкоголь, девочки. И ребята-то думают, что работают на благо своей родины, например, изничтожая, как им кажется, лишних элементов. Им говорят фас, и они кого-то грызут. А кончается это все так, как с тесаком. Это будет обязательно какое-то инспирированное убийство, удушение в камере, непонятная, нелепая, нерасследованная смерть. И нет других финалов у этих полумаргинальных ребят, к сожалению. И когда они покупаются на вот это обещание чудесных габистов, что ты поработай на нас, получишь пряник, нет. Это все билет в один конец. К сожалению, я за тесаком, если честно, не следила, я видела дважды какое-то интервью, и как он якобы гнобил каких-то педофилов, но для меня это произвело просто омерзительное впечатление. Я никогда не понимала, в чем смысл жизни таких людей. Итак, у нас есть три минутки, принимаем следующий звонок, и я думаю, что этот звонок сегодня будет последним на сегодняшний день. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте, Анатолий. Добрый день, Ирина Сергеевна. Добрый день. Меня зовут Евгений. Ирина Сергеевна, скажите, пожалуйста, как ваше мнение, согласитесь ли вы с таким утверждением, что сегодня происходит инфантилизация общества, которая, к сожалению, еще и накладывается на такую патернализацию со стороны государства. Спасибо большое. Спасибо, Жень. А я бы согласилась только отчасти, потому что у меня есть любимая книга, вот если вы не читали, как-нибудь на досуге, если будет возможность, это Уильям Тофлер, называлась она «Третья волна». Он был выдающийся ученый и футуролог, и он блестяще еще, по-моему, в каком-то 99-м году изложил то, что будет в 2025-м, что мы придем в новый цифровой мир, который вообще поменяет полностью человеческую парадигму. Вы же понимаете, что происходит? Вот Илон Маск выпустил нейроморфные чипы, это значит, что скоро мы будем другими людьми. Независимо от того, захотите вы себе этот чип или нет, он уже есть в продаже, скоро он появится на людях. Мы будем меняться генетически, будут меняться наши коды, будут меняться социальные рамки, исчезнет как таковая семья, в архаичных средах это все будет сохраняться. Но поскольку меняется социальное устройство, то придется поменять вообще все морально-нравственные аспекты. И, конечно, встанет куча вопросов там, а что такое хорошо, а что такое плохо, а как зарабатывать деньги, потому что для людей, которые, например, всю жизнь работали на заводах, и серьезно, тяжелым трудом всегда добывали себе пропитание и строили карьеру по 20 лет, в том числе, например, ваше изумительное радио, там созидалось огромной командой профессионалов, каждый кропотливо когда-то учился, там, постигал что-то, вкладывал душу, а теперь появляются блогеры, которые за два месяца показывают задницу, как Ким Кардашьян, и собирают миллион долларов, да, то есть это же тоже непонятная история для предыдущего поколения, который говорит стоп-стоп-стоп, а что происходит, что больше не нужно, тяжело трудиться и зарабатывать свой хлеб, там получая три высших образования и через тернии к звездам прокладывая путь себе 15 лет, то есть это же тоже меняет сознание, я смотрю, вот у нас там проводили соцопросы, подростки говорят, кем вы хотите быть, видеоблогером, все, не космонавтом, не инженером, а зачем куда-то летать, когда можно делать бабки из своего собственного кресла в доме, правильно? Конечно, и это тоже отчасти инфантилизм, да, и перемена всей этой парадигмы, и нам придется в этом как-то сосуществовать, договариваться мирно, чтобы все поколения как-то, я думаю, что самая популярная программа, мы ее как-нибудь в следующий раз сделаем, это отдельно, вот вопрос отцов и детей, и может быть даже попросить каких-то подростков нам позвонить, потому что мы слушаем одну сторону, давайте пусть люди тоже расскажут, как они настрадались с родителями, которые ничего не понимают в этой жизни. Инна Сергеевна, у меня дома 22-летний парень, поэтому мне вот эти разговоры, знаете, где уже сидят? Вот видите, никто их не хочет слушать, а у людей, может быть, душа болит, а как нам тогда находить консенсус, если, это все как Лукашенко, говорит, я знаю, я взрослый, я здесь 26 лет работаю, ребята, идите к черту, народ говорит, нет, 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 а мы вот хотим по-другому, то есть нас ждут сюрпризы, мир полон, еще выборы гениальные скоро у вас, как вот вы живете там в состоянии адского напряжения, это же тоже особая напряжение адское еще сегодня нам объявили о том, что наш президент и его жена подхватили вот этот коронавирус, да, в общем, короче, там получается вообще что-то непонятное, 32 дня до выборов, из которых две недели в лучшем случае они должны быть инкубированы, и в общем, вообще не понятно, сегодняшний день, как говорят в Америке, вбросил просто такой гаечный ключ во всю эту машину политики, так что интересно будет посмотреть, чем это продолжится, но, к сожалению, у нас остается ровно 15 секунд, чтобы я смог вас поблагодарить от чистого сердца, спасибо вам огромнейшее за интересную беседу, я очень рад, что сегодня мне посчастливилось с вами вот так в эфире пообщаться, надеюсь, мы еще не раз с вами встретимся в эфире, и все у нас будет в порядке, вам удачи, здоровья и успеха, спасибо огромное. Всем сердечное спасибо за сегодняшний прекрасный эфир, благодарю.